всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут таня и это мой блог о крыме сегодня наконец я приехала к ласточкиному гнезду для того чтобы вам его показать во всей его красе ход начинается здесь я не знаю сколько тут ступенек конечно же по пути будут встречаться коты причем когда вы идете на каждом уровне попадаются разные ступеньки я пока до ласточкиного гнезда не дошла но здесь местами встречается вот такие видовые площадки из которых можно пофотографироваться и также полюбоваться видом собственно ласточкино гнездо внизу находится пляж а там вдали скала парус здесь в принципе везде вид будет открываться один и тот же единственное что когда вы подниметесь на само ласточкино гнездо на видовую площадку оттуда уже открываются более красивые виды если раньше люди на деревья цепляли ленточки то сейчас они цепляют маски вот как-то так здесь как видите можно купить воду чай кофе посмотрите сколько тут готов и вот так вот тут согреваются местные котики но мило тоже посмотрите и вот собственно мы с вами приближаемся к ласточкиному гнезду видно что новая подпорная стенами то есть ее сделали от реставрировали точнее если приглядеться то можно увидеть провода а также подсветку потому что по вечерам сюда тоже приходят теплоходы и ласточкино гнездо красиво подсвечивается также вам по пути встретиться вот такая груда камней табличек тут никаких нет не знаю чтобы они значили если вы знаете напишите в комментариях а мы с вами поднимаемся выше обратите внимание на перилах надпись ялта с чайкой как символ города вот такие эмблемы с ласточкиным гнездом с этой стороны вот такая конструкция правда она уже вся потрескалась видимо такой эффект старины сколько здесь разных киосков скорее всего летом здесь будут продавать сувениры сейчас не сезон лучшие сувениры крыма а вот и сам вход в ласточкино гнездо здесь на входе стоит касса и продают вот такие сувениры магнитики даже вблизи этот замок кажется таким миниатюрным вот такая здесь территория сегодня людей немного обычно летом здесь толпы туристов ну и конечно же самое красивое зачем сюда приходят это за видом мы еще с вами пройдем туда дальше там будет еще красивей вообще история ласточкиного гнезда началась еще в середине 19 века когда на этом самом месте себе небольшой домик построил отставной генерал затем дом много раз перепродавался и передавался по наследству и в 1911 году купил этот дом барон фон штенгель это был немец который занимался нефтепромышленностью именно при его владении и был создан этот миниатюрный замок в готическом стиле в 1914 году немец продал свой замок богатому купцу и причиной продажи стала первая мировая война из-за начала которой барону пришлось вернуться германию сам купец вскоре умер а замок перешел его наследником управляющий имением решил открыть в нем ресторан после того как поменялась власть замок был национализирован и перешел к ялтинскому кооперативу а в 1927 году я думаю вы знаете у нас в ялте было сильнейшее землетрясение и замок конечно был разрушен не полностью но 40 лет он простоял уже в таком полуразрушенном состоянии и отреставрировали его только в 1968 году начиная 2011 года замок находился в аварийном состоянии а в конце лета 2019 начались ремонтно-реставрационные работы и окончательно замок открыли для посещения в начале января этого 2020 года и Субтитры создавал DimaTorzok Если обратить внимание, то вы заметите, как первый этаж отличается по цвету от надстроенных башен Сейчас мы с вами зайдем вовнутрь Наконец-то это стало возможным Сразу нас встречает в помещении камин И вот такие картины художников Здесь работает обогреватель И еще одна комната Наверх проход пока запрещен И здесь вы сможете узнать историю ласточкиного гнезда Он, видите, сенсорный Отсюда тоже открывается красивый вид Из этих окон Но они закрыты Обратите внимание на него страна Если подняться по этой лестнице, то можно выйти к дереву желаний Вот такое здесь дерево, облепленное лентами, бантиками И внизу стоит волшебный сундук Если в него ты опустишь монеты, расположишь к себе планеты И через год здоров и весел ты будешь вновь на этом месте Честно сказать, я уже давно не верю во все эти приметы Но монетку мы с вами туда опустим И пускай ваши желания тоже все исполнятся Даже страшно смотреть вниз Высота замка над уровнем моря 38 метров К сожалению, вниз к пляжам мы с вами не спустимся Потому что прохода тут нет Когда-то здесь работала касса Я думаю, что летом она, наверное, тоже будет работать Так как к этому причалу приходят катера из Ялты И можно будет подняться наверх Прямо к Ласточкиному гнезду Будем надеяться, что и его тоже скоро откроют И можно будет к Ласточкиному гнезду добраться Не только на автобусе, либо машине, но а также по морю Ну какой шум моря Честно сказать, в такую прохладную погоду На улице сейчас где-то плюс 5 Подниматься еще нормально Но вот летом, когда достаточно тепло на улице То подниматься здесь уже будет жарко Вот такая вот небольшая экскурсия У нас с вами сегодня получилась По Ласточкиному гнезду И сейчас я еду в Ялту Как видите, елку еще не убрали Наверное, будет до февраля стоять Здесь от снега, конечно, не осталось и следа Потому что набережная уже полностью чистая Как видите, снега нет Мне не удалось в этом году посмотреть на снежную набережную Но ничего, надеюсь, у меня еще все впереди Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон» Думала вам сегодня еще показать Ласточкино гнездо с подсветкой Но, к сожалению, катера сегодня не ходят туда Поэтому как-нибудь уже в другой раз Вот это все, что у нас осталось От снега на набережной В горах, понятно, его еще много А здесь, видите, только возле бордюра Я сейчас пришла в сквер Калинина Его уже открыли после ремонта Здесь был ремонт где-то летом Ссылочку на видео я вам оставлю Особо что-то здесь не изменилось Переложили плитку Хотя она и так была здесь хорошая Установили новые скамейки И сделали красивую подсветку Ведь приятно сейчас здесь гулять И вот здесь этой подсветки Честно говоря, я не помню Может быть она тут и была Подсветка здесь, конечно, излишне яркая И иногда слепит глаза И здесь рассказывается история Этого сквера и о депортации татар А у меня на сегодня все Не забывайте подписываться на мой канал Если вы еще не подписаны И увидимся с вами уже очень скоро В следующих моих видео Всем удачи и пока-пока